всем привет мы продолжаем ретро рубрику канала вспоминая какие масштабные копии выходили в разнообразных российских и европейских журнальных сериях около 10 лет назад и сегодня я хочу вам показать на мой взгляд вполне удачную и симпатичную масштабную копию развозного фургона торпан 239d эта модель вышла в рамках проекта культовые автомобили польши под номером 117 и выпуск поступил в продажу в сентябре 2013 года изначально модель комплектовалась журналом неотъемлемая часть любой журнальной серии и свой экземпляр я приобрел в коллекцию значительно позже через интернет-магазин и продавали только масштабные копии без журнала и за этот образец я заплатил 3 евро 95 центов это вполне адекватная цена с учетом того что в европе обычно журнальную серию продают за 15-20 евро и подобные машины больше никем не выпускаются в 43 масштабе и сложно сказать сколько этот выпуск стоил в польше когда он был в новинку если вы знаете тоже можете написать в комментариях это будет интересно не только мне но и зрителям моего канала и именно этим мне и нравятся различные журнальные серии вы можете собрать коллекцию интересных автомобилей которые никем другим не сдаются и жаль что именитые бренды обходят автопром соцстран стороной если вы посмотрите на таких производителей как миничемпс шуко аутоарт глм моделс то вы не встретите польских автомобилей в их ассортименте и также не найдете советской техники и в принципе советская техника по большей части популярна только в россии и в прилегающих территориях а например в америке эти модели мало кто собирает но если это не выходцы из бывшего советского союза если посмотреть на автомобили tarpan то они довольно обширно представлены в серии культовые автомобили польши у меня есть несколько таких автомобильчиков некоторые я уже демонстрировал в детальных видео обзорах на этом канале и также похожий tarpan выходил в рамках российской серии автолегенды ссср и к тому времени ее переименовали в автолегенды ссср и соцстран и эту модель я тоже приготовил для сегодняшнего видеоролика мы сравним чем друг от друга отличаются масштабные копии также покажу вам пару развозных фургонов польского производства и вы наглядно можете посмотреть как модели смотрятся рядышком друг с другом и покажу вам один отечественный автомобиль который на мой взгляд похож по дизайну на эту масштабную копию и модель поставляется в классическом блистере с серой подложкой указан прототип tarpan 239d есть значок ist который нам говорит о том что модель сделана на их формах но в коробочках ist models таких фургонов я в продаже не видел возможно их продавали раньше когда я не интересовался этими автомобилями но посмотрел даже на вторичном рынке такого автомобиля в коробке ist вы не найдете указан производитель масштабной копии естественно модели изготавливаются в китае и импортер de agostini польша и эта модель в плане сборки более менее аккуратная нет пятнышек клея во всяком случае на видимых местах но не очень хорошо нанесено лакокрасочное покрытие если присмотреться то вся крыша в мелких пузырьках и такая проблема наблюдается не только на европейских журнальных моделях но и в российской серии и встречается даже у более премиальных брендов например у minichamps очень много черных моделей которые тоже покрываются небольшими пузырьками сложно сказать с чем это связано возможно корпуса не грунтуются не обрабатываются перед покрасочными работами возможно металл вступает в какую-то химическую реакцию но пока что корпус у этой модели без трещин и он довольно крепкий так что это не цинковая чума можно попробовать перекрасить эту масштабную копию но не буду возиться и эта модель довольно легкая из-за того что из металла здесь только кабина кузов и рама сделаны из пластика также пластиковые навесные детали интерьер здесь в черном цвете при желании можно окрасить сиденья панель приборов но опять же это и финансовые затраты и время затраты и каждую модель из журнальной серии попросту не будешь дорабатывать потому что не напасешься свободного времени дверные ручки здесь обозначены черным цветом также поворотники на крыльях и спереди выделены оранжевой краской их можно было сделать и в виде отдельных прозрачных элементов вполне хорошие зеркала заднего вида они пластиковые как и дворники и у этой модели отсутствует салонное зеркало заднего вида но это не удивительно потому что заднее окошко закрыто тентом также если вы посмотрите у модели вполне хорошее оформление передка решетка радиатора с хорошими четкими отверстиями надпись торпа на крышке капота нанесена методом там по печати и из-за того что подложка под фары черного цвета не так сильно бросаются в глаза точечки но обычно я светотехнику стараюсь дорабатывать срезаю литничек делаю подложку из фольги и тогда фары смотрятся более выразительно также здесь установлены регистрационные номерные знаки и скорее всего это не польские номера потому что насколько я помню у поляков были черные номера с белыми буквами и цифрами если вы посмотрите на колесные диски то они покрыты серебристой краской правда покрышки уже начали оплавлять обод колеса и у меня правый передний колесный диск уже немножко подпорчен эта проблема тоже часто встречается на журнальных изделиях и обычно когда я храню модели в блистерах снимаю покрышки и кладу их в отдельный пакетик также присутствуют брызговички это отдельные пластиковые элементы более менее хорошо детализирована нижняя часть но все изображено очень условно крепежный винт здесь находится по центру спереди и в запасном колесе и запаска тоже изображена очень схематически задние фонари здесь обозначены просто краской а противотуманные фары в виде отдельных элементов покрытых прозрачным красным лаком вполне хороший кузов и также отдельный тент другого цвета но эта деталь вклеена в борта поэтому демонтировать ее без повреждения лакокрасочного покрытия я думаю будет не совсем возможно и кстати такой грузовичок можно взять как донора запчастей и например кузов поставить на какой-нибудь отечественный грузовичок например из уаза можно сделать конверсию и давайте я вам покажу другие автомобили которые есть у меня еще один торпан и этот пикап выходил в рамках российской журнальной серии обычная перепаковка польского издания и у этой масштабной копии снимается тент тоже вполне хорошее изделие за свою цену и по-моему на этом варианте я желтым лаком обозначил поворотники изначально они были полностью красные и других доработок не делал польские номерные знаки выхлопная труба написан издатель de agostini естественно модель изготовлена в китае и по размеру это примерно такой же грузовичок точно такая же передняя часть и модели отлично смотрятся рядышком на полке и покажу вам еще польские автомобильчики например фургончик на базе жука тоже вполне симпатичная масштабная копия но у этой модели переразмеренные колесные диски и из-за этого портится восприятие от этого автомобиля и у этой модели у меня немножко повреждено лобовое стекло вот вроде бы хорошая сборка покраска но все равно есть ложка дегтя это или пятно клея на самом видном месте или какое-то повреждение и идеальной модели в журнальной серии я думаю мы не встретим и покажу вам еще fiat 125 тоже пикап вполне симпатичный желтого цвета и как раз можно собрать целую серию различных развозных фургонов и покажу вам отечественный внедорожник который похож по дизайну во всяком случае мне так кажется это уаз и на данную модель я поставил харьковские покрышки чтобы не дай бог оригинальная резина не оплавила колесный диск потому что таких колесиков я думаю потом нигде уже не найдешь и по размеру уазик примерно такой же как тарпан и похожи машины по дизайну и пишите ваши комментарии что вы думаете о польском автопроме если в ваших коллекциях похожие масштабные копии когда где и за сколько вы их покупали если вам понравился данный видеоролик не забывайте поддержать его лайком вступайте в мои группы в социальных сетях вконтакте и фейсбуке и также заглядывайте на мой второй канал там тоже выкладываются разные разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции а на сегодня это все до новых встреч пока